Рубежа Промах у Коровиной В недалеком прошлом хорошая лыжница Но в этом сезоне что-то с ходом Не получается у Марины Коровиной Большие отставания ходом И здесь не совсем понятно Что с ней произошло Но вот может быть как раз Как-то техника перестраивается У Марины Коровиной Мастер спорта международного класса По лыжным гонкам Была она в составе Сборная страны по биатлону Выступала на некоторых этапах Кубка мира Но выступала не слишком удачно Марина Коровина Итак, после второго огневого рубежа Екатерина Глазырина Лидер под Чуфарова проигрывает 12,9 секунды Слепцова проигрывала 13,8 Шумилова 33,8 Неупокоева финиширует Но несмотря на то, что На ноль отработала Два огневых рубежа Оксана Отставание достаточно большое Минута 46,5 секунды Оксана призер чемпионата мира 2008 года в шведском Эстерсунде Напомню, тогда она завоевала бронзу В составе российской команды В смешанной эстафете И кто у нас еще может побороться за призовое место Наталья Сорокина Но Сорокина не здорово стреляла на первом огневом рубеже И тоже вряд ли она здесь вмешается Нет, вы знаете, на ноль отстреляла Сорокина На первом огневом рубеже Просто отставание 20,5 секунд Ирина Старых Один промах на первом огневом рубеже у Старых И посмотрим, как сейчас отстреляет Если на ноль, то Возможно, вмешается в спор за высокие места Уже промах И Ирина Старых не будет сегодня на призовом подиуме Попадает последним выстрелом Но отставание будет большое после штрафного круга Более известна она была под фамилией Максимова Здорово выступала в летнем биатлоне Становилась победительницей первенства мира После рождения ребенка вернулась на лыжню Вернулась в биатлон Замужем за Сергеем Старых Который тоже достаточно удачно в свое время занимался биатлоном Валентина Назарова на ваших экранах Мы увидели, что не справилась она со стрельбой На втором огневом рубеже И Валентина Назарова здесь тоже выбыла из числа претенденток на призовое место 34 номер Ольга Почуфарова На отсечке 5 километров 900 метров То есть после второй стрельбы Глазырина, Слепцова, Почуфарова 15,4 секунды проигрывала лидеру Это значит, что Почуфарова чуть слабее идет ходом, чем Слепцова Но будем помнить, что Слепцова на последнем участке отработала не слишком здорово Шумилова 39,8 секунды отставания После огневого рубежа проигрывала 33,8 Загоровика финиширует Но здесь отставание очень большое Минута 44 Не будем забывать, что после гонки спринтерской Состоится гонка преследования послезавтра И у женщин, и у мужчин И, конечно же, вот эти отставания Больше минуты сложно будет ликвидировать Даже с учетом того, что будет 4 огневых рубежа Завтра стартуют мужчины У них спринтерская гонка Дистанция 10 километров Ну и там должны бежать все, кроме Антона Шипулина Евгений Устюгов, Дмитрий Малышко Евгений Гараничев Ну все практически здесь Так что там тоже будет интересно И будет, надеюсь, серьезная борьба за призовые места 51 номер Наталья Сорокина Она может вмешаться в спор за высокое место У нас Екатерина Глазырина На комментаторской позиции Без 5 минут чемпионка России Спринтерской гонки Сейчас Катя наденет наушники И я надеюсь, мы сможем с ней побеседовать Екатерина, ну, во-первых, практически с победой Сегодня какую задачу ставили перед этой гонкой? Отстрелять хорошо, либо как можно быстрее пробежать? Здравствуйте Все, кто смотрит и болеет за нас Но задача была, наверное, одна Это бежать сколько есть сил Стрелять как можно лучше Поэтому справилась со стрельбой Как видите, и бег вроде не подвел Вот говорят, что очень непросто нашим ведущим биатлонистам Биатлонистам после напряженного графика мирового Европейского здесь стартовать на чемпионате страны В общем, каждый год мы примерно это слышим Для вас как? Ну, на самом деле, да, сезон дался нелегко И все-таки выиграть здесь, наверное, для меня, для самой как бы это Как, не знаю, по данной сезону То есть 2-0 стрельнуть на спринте Как бы радость даже просто Тем более сегодня не такие простые условия На лёжке гулял, летел туда-сюда Поэтому справилась довольно очень Не могу сказать, что совсем устала Как видите, силы еще есть бороться, бежать Но сезон дался нелегко Когда поняли, что сможете сегодня побороться реально за золото? После первого глубежа и только после второго? Наверное, только на третьем прыгу Когда мне говорили, что я ухожу лидером И выигрывала сначала там Ну, секунду 12-15, не помню, уже говорили мне Потом все больше и больше И почувствовала, что могу еще прибавить Поэтому бежала на финиш быстрее Я вот, кстати, одна из ваших конкуренток Стреляет Наталья Сорокина 51-й номер, которая, в общем, отработала На ноль на первом огневом рубеже Правда, нам пока Бетрицкую показывает Как в целом оцените ваш нынешний сезон? Могу сказать неоднозначно Потому что были и какие-то взлеты, и падения И все было в этом сезоне Доволена, да, что все-таки в команде В сборной команде России на этапах Кубка мира Отрабатывала первый этап в эстафете То есть чувствовалась я все более и более уверена на нем Также могу сказать, что некоторые старты На чемпионате мира мне дались, можно так сказать, нелегко Но лучше, чем весь сезон в целом А по статистике ходом вы чуть лучше все-таки бежали в прошлом сезоне? Ну, наверное, не соглашусь Потому что в том сезоне у меня не так много было стартов То есть были достаточно большие промежутки Между ноябрем и февралем То есть там в ноябре у меня было падение Затем реабилитация Очень мало стартов И только потом получается у меня Ну, не сказать, что скорость отличалась То есть все-таки вы считаете, что в этом сезоне Вы и ходом тоже прибавили О чем говорит главный тренер Пиклер Что Глазырина в этом сезоне очень здорово прогрессировала Не могу сказать, что сильно прибавила Могу сказать, что заметно для меня прибавила Но не сильно Хотелось бы бежать еще быстрее Стрелять еще меньше Планы на гонку преследований? Пока не думала Честно, не знаю Ну, задачи ставили на чемпионат России? Задача бежать, гонки Но, наверное, не все Но так как сегодня я, можно сказать, пока не знаю Но думаю, что выиграла Могу с уверенностью сказать, что могу, наверное, все гонки здесь бежать Спасибо, Катя, и желаем успехов в оставшихся гонках Спасибо большое всем Ну, а мы сейчас посмотрим за стрельбой Ирине Трусовой И затем мы ненадолго прервемся Но пока Лучшее время на финише О участнице под номером 21 Катя Риме Глазуниной Представляющей Свердловскую область Мастер спорта международного класса Сленд сборной команды России В участнице чемпионата мира И этапов Кубка мира Ее подруга по сборной команды страны Светлана Слепцова показывает пока второе время 23.16.8, 28.5 десятых проигрыш лидеру на третьем месте Остается участница под номером 34 Москва 23 минуты 19 секунд Ее результат на двери Все три участницы стреляли без штрафа На четвертом месте участница под номером 36 Катя Лина Шумилова Один счетный круг 23 минуты 29,9 десятых 41,6 десятых проигрыш лидеру на пятом месте Продолжаем трансляцию из Увата Тюменской области Где проходит спринтерская гонка у женщин в рамках чемпионата России И после финиша Глазырина Лучшее время Слепцова проиграла 28,5 секунд 30,7 десятых секунды проиграла Ольга Почуфарова И Почуфарова может сегодня вполне стать призером чемпионата страны Шумилова 31,6 десятых секунды проиграла Шумилова Почуфарова ходом Ну, ходом Шумиловой уступила Однако удержала призовую позицию После второго рубежа Почуфарова 12,9 десятых секунды проигрывала лидеру Была чуть впереди Слепцовой Но выиграть у Слепцовой все-таки не получилось Тем не менее, для юниорки Почуфаровой Которой пока 20 лет Я думаю, что неплохое время, неплохой результат Евгения Седова Которая входила когда-то в состав юниорской сборной России Была чемпионкой мира среди юниорок В общем, выступала на юниорском уровне очень неплохо И Седова закрывает все мишени Но проигрывает очень много Спортсменка из Ханты-Мансийска Тренировалась раньше под руководством отца Сейчас главный тренер сборной Ханты-Мансийского округа Я напомню, Валерий Захаров Который здесь присутствует У которого тоже был совсем недавно 20 марта день рождения С чем мы его и поздравляем Но отставание одна минута с лишним Больше минуты проигрывает Седова После второго огневого рубежа Глазырина, Почупарова, Слепцова, Шумилова, Перевозчикова, Трусова 42 секунды Трусова проигрывала И вы знаете, 55 номер Ирина Трусова из Тюменской области Может побороться за призовое место в сегодняшней гонке 42 секунды Трусова проигрывала лидеру Глазыриной Но от третьего места в принципе не так много ее отделяло Хотя с другой стороны 29 секунд Достаточно немаленький промежуток времени Трусова ходом в этом сезоне бежала очень неплохо И если она сейчас в хорошей форме Вполне сможет Может быть и за четвертое Может быть даже за третье место поспорить После финиша Смотрим Глазырина На первой позиции Слепцова на втором месте Почупарова на третьем месте Шумилова Четвертое место Юрлова, Екатерина Юрлова 4 промаха 2.03 отставания Загоройка 2 промаха И тоже отставания достаточно